А теперь о том, что бывает. Ну вот, к примеру, у нас. Врач в большинстве случаев прав всегда. И те косяки, что вываливаются, только благодаря интернету, ими и остаются. Теперь по сути события. Да, опухоль головного мозга и удаление ее – это то, что имеет прямое отношение к злокачественным штукам. А там их несколько. Когда врачи удаляли ее, мне диагностируя вторую, я был в ауте. Но я собрался и поехал в Челябинск, имея в кармане еще и бук. В Челябинске мне дали то, что я вам показываю. Анапластическую астроцитому Г3. Честно, пришлось падать. Ну а теперь дальше и только благодаря интернету, и только благодаря знанию английского языка, и только благодаря школе номер 33. И вот именно с этим я узнал о том, что на 2012 год выживают 25%. На 2013 год – 45%. И это в англоязычном мире. Потом я узнал, где сколько стоит добавить льда. Германия – это 50 тысяч, Израиль – это 40, Турция – это 28 бакинских. Дальше стало еще более интересно. Вообще, надо понимать, что у нас есть совершенно коммунистические страны. Про Куба я пока не знаю, но в Китае и Индии с анапластической астроцитомой Г3 просто живут. И кушают химию. Еще раз скажу, просто живут и все. Я прозондировал тему Диалис. И узнал, что это чудо Германии, сделанное в Китае, продается там, в Китае, на халяву. А сделанное в Индии – 73 тысячи рублей. На год. Полностью на год. Кроме всего, эта обыкновенная химия, она и для наших питомцев. И, честно говоря, для взрослых. Она кушается всеми. То есть, люди, если есть желание, и если есть жизнь, то узнать-то можно легко. И если у кого-то возникла мысля не верить русским топинамбурам, из которых людей достойных, ну, процентов 5, то заявку на ваше лечение оставить-то просто. И думаю, что помогу. Пишите в комменты. А вот теперь про то, что узнал я и почему-то не верилась. Та прооперировали. Хрен с ним. Да, радио, и это на уровне. Но нужно было, как воздух, химия. Я, конечно, понял, что для других это было сделано. И понял, естественно, что стоимость термозоламида, выпущенного в Аргентине, нашими конюхами, из которых Голикова главное, в 9 раз дороже, чем это в Индии. После этого мысль о том, что пролечат в России с должным уровнем, была утеряна. Но осталась главная тема. После всего того, что случилось, сразу в Забугор. И там, вдалеке от дел этой идиотской во всех отношениях страны, получить те самые 10 с плюсом. Я принял Турцию. Естественно, я приехал, и была основная тема – химия. Но сказали, что все в порядке. Но после гистологии из разряда на выбрось, это по-российски так, просто выбрось и все. Турки приняли решение провести химию. И это ладно, что мы пришли к общему выводу. И вот вам 10 с плюсом. И, конечно, то, что обернулось дополнительными расходами, это в следующем сюжете. Пожалуй, самое лучшее мое впечатление в жизни. И вот так внезапно понимаешь, когда тебе, когда для тебя рисуют небольшие характеристики, временные имеются в виду. Думаешь, как же без него-то жить-то. А так оно случилось. К слову о том, для чего мы вместе с Лешей потратили немаленькую сумму. Конечно, это хорошо, когда ты в возрасте, когда у тебя есть что-то продать. Для того, чтобы получить лечение, в том числе и от той самой проблемки, вот здесь в голове. Вот так оно получилось. Мы приехали в Турцию. Я бы, конечно, вам мог показать все те прелести турецкой медицины, которые мы здесь посмотрели. А прелести было очень-очень много. Я вам скажу так, что Турция обскакала нас, ну, наверное, лет на 30 уж вперед. Вот, я бы, конечно, мог вам показать те 11 этажей ввысь и те 12, о, три этажа вниз комплексом Медстар. А их тут аж три штуки, даже четыре штуки сделаны. Вот, но они не захотели. Но я вам скажу, что это да, это круто. Конечно, когда у вас возникают вот эти самые проблемки с онкологией, и для всех я скажу, что необходимо точно изучить, где вы сможете пройти дальнейшее обследование. Если честно, то бесплатно это делается в Китае и в Индии. Вот, очень дорого это Израиль и чуть-чуть дешевле это Германия. Турция занимает другой показатель, особенно если вы еще владеете турецким языком. Поэтому все-таки Турция. Поэтому все-таки те, кто знают, должны понять, что эта страна, она позволяет своим жителям лечиться вообще не задорого. Можно сказать, бесплатно. Русские платят. Но русские платят деньги небольшие. И вот для меня, к примеру, все мое лечение обошлось в сумму примерно 10 тысяч условных единиц. Вот так оно и случилось. Так что, господа, если вам сказали, что у вас онкология и все остальное, вы должны понимать, сколько вам это обойдется. Субтитры создавал DimaTorzok